Я Александр Миндальзе, и я прочту вам отрывок из своей книги «Милых адс, дорогой Пётр» из киноповести «Паркет». В январе на Рождество преподаю в восторге на колено и раскидываю навстречу руки. Тангера влетает в объятия, обрывки платья, и есть её платье, бёдра, грудь, сраба таппендицита под гримом, всё моё это. Ноги не прекращают, выделывают на паркете фигуры танго, потому и тангера. В мои позиции мне достаётся голый пупок с серьгой, и в ухе у меня серьга, жизнь сама рифмует. Я держу её, один во всём зале коленопреклонённый. Юбилей клуба «Танго Булат», 25 лет, отель «Шаратон», поколения встречаются. Бывшие короли па завалены цветами. Тангеры бегут и бегут с букетами в прошлое к королям. Моя достаёт изо рта у меня свою серьгу, и я сразу обретаю до обречи. «Я как аду, говорит тебе!» То ли кивает, то ли подбородок в так дёрнулся. «Запоминай, номер 305, от лифта налево». Вся страсть в каблучки уходит, бьют в паркет без остановки. «Ты что же, не узнаёшь меня?» «Я как аду, глупая, тот самый». А насилица меня поднять роняет букет, с которого ко мне летела. «Я был сразу с двумя, танцевал и вообще с ними был, да. Я и двоих, две моих тёлки, так называлось. Гвоздь программы, самый-самый, на бис, всегда и везде. Но ты тогда ещё не родилась, да?» Я крашеный, волосы длинные до плечи, лицо старухи. Стою сам и подхватываю Тангеру на руки, ещё могу. Несу через зал, и она кричит, очнувшись. «Куда, дяденька?» Триста пятый, обмень, серьгами. И со стороны это убедительно. Там, в зеркалах, длинноволосый, рассекает толпу с полуголой красоткой на груди. И походка твёрдая у него, осанка прямая, а пиджак вообще цвета вырви глаз. Вот он исчезает с ретанцорской публики, пёстрой такой же, попугайской. И снова появляется гордо, а добыча его всё неустанно машет каблучками. Но уже через вдоведе там, в зеркале, в зеркалах всё по-другому. Из толпы Тангеру выносит друг хохочущий уволень, и он тоже при этом танцует. А длинноволосый возникает следом налегке, то есть ни с чем, с растерянно разведёнными руками. Облом. Наяву она мне ещё прокричала. «Эй, а чего ты вдруг, попугай?» «Эй, а чего ты вдруг, попугай?» «Эй, а чего ты вдруг, попугай?» Продолжение следует...